Доброе утро всем, дорогие друзья, или другое время дня, если у вас день или вечер, потому что у меня сейчас утро. В прошлом видео я сказал, что если есть вопросы, задавайте. Вопросы стали появляться. Максон Данилов аж два вопроса сразу задал. Вот на его вопрос я сейчас буду отвечать. И раз я пообещал, слово держать нужно. Первый вопрос. Звук зависит больше от струн или от дерева? Звук зависит и от струн, и от дерева. В большей степени зависит от дерева, в смысле от гитары. Но не менее важно, я бы так сказал, и то, какие струны стоят на гитаре. Потому что если вы на плохую гитару наденете хорошие струны, это будет звучать немножечко странно. Потому что само дерево глухое, и смысл на плохую гитару ставить хорошие струны. Если вы на хорошую гитару поставите, натянете плохие струны, эффект будет тоже отвратительным, потому что гитара звучать не будет. Нужно держать баланс. Брать хорошую гитару и натягивать хорошие струны. Более того, звук зависит также, если говорить о струнах, от того, каким образом вы играете. То есть играете вы пальцами без ногтей, просто подушечками, да? Одно будет качество звучания. Если вы играете с ногтями, другое качество звучания будет. Также играет роль, под каким наклоном вы щипаете. С опорой играете или без опоры играете. Если вы будете играть с медиатором, тоже будет звучание отличаться. Если медиатором, то каким медиатором? Более того, звук может даже отличаться от того, в какой части струны вы щипаете сами струны. Вот здесь будет звук более мягкий такой, как сказать, матовый что ли. А здесь он будет более глянцевый такой, жесткий. И поэтому рекомендуют в большей части играть вот в этой области гитары. Потому что здесь наиболее такое оптимальное звучание. И не тихое, и не громкое, и не слишком мягкое, и не слишком жесткое. Вот такие вот нюансы. Двигаемся дальше. Максон Данилов же пишет, что он занимается полгода сам. Нот не знает, просто смотрит разборы на любимые песни и играет. Естественно, без барре, так как не выходит. Но на открытых трех первых ладах он знает около 15 аккордов. И на этих 15 аккордов может сыграть 200 песен. Это нормально для самоучки? Или уже должен был быть барре без проблем? Давайте последовательно будем двигаться. Значит, что вы подразумеваете под словом «играю 200 песен на 15 аккордах». Потому что если вы просто перебираете аккорды, то вы, скорее всего, не играете, а аккомпанируете под песни. Потому что играть – это значит… Ну, возьмем какие-нибудь несколько песен. Допустим. Так вот. Вы видите, да, прослушивается мелодическое линию. Па-па-пам. Вот. Вот на первых трех трудных и на трех аккордах. На трех ладах и на трех аккордах. Или какую-нибудь для примера другую возьмем песню. Там или какую-нибудь. Там или какую-нибудь. Видите, тоже на трех аккордах. Но если вы будете, например, так играть. Ну, что это? Как бы какая-то песня. Ну, кто его знает. То есть человек не догадается, что это за песня до тех пор, пока вы не подключите мелодию. Например, голос мне будете напевать. То есть для новичка, который вообще ничего не понимает в гитаре, вот вы начнете играть и подпевать. Ну, он скажет, да, играет на гитаре. А если копать более глубоко, то вы не играете в полноценном понимании этого слова, а просто аккомпанируете. То есть я так понимаю, что то, что вы на 15 аккордах играете около 200 песен, скорее всего, вы аккомпанируете 200 песен. Потому что без приема барре сложно сыграть 200 песен на 15 аккордах. Теперь, по поводу того, что вы полгода сам занимаетесь и до сих пор не играете прием барре, это что-то мутное. То есть такого быть не должно. Значит, неправильно занимаетесь. Это первое. Второе. То, что вы просто смотрите разборы на любимые песни и их повторяете, это очень такой самый-самый начинающий что ли уровень. Парочку песен можно посмотреть для начала, для старта, и скопировать их, и сыграть. А потом получается, как, знаете, как попугай повторяет просто слова, но он не понимает суть высказыванных фраз, слов, вот что он говорит, он не понимает. То же самое, когда человек просто копирует разбор, да, вот он играет, что за нота, что за тональность, какой здесь должен быть аккорд, почему та или иная гармония, сколько знаков при ключе должно быть в этом, тональность он вообще ничего не понимает. И это полгода лучше посвятить тому, чтобы глубже копнуть, вот вы пишете, что вы нот не знаете, да, полгода, лучше за эти полгода посвятить один месяц разучиванию нот, и остальные пять месяцев уже разбирать серьезные песни, любые по нотам, по табулатурочкам, по табам хотя бы. Вот так что это не совсем нормально, то, что вы полгода занимаетесь и не играете барре, и ноты почему-то не учите, а только по разборам. Очень рекомендую, как бы не хочу никого обидеть, но это конкретная рекомендация. Хотите хорошо научиться играть на гитаре, учите ноты, ну, хотя бы под табом играйте. И прием барре обязателен, потому что без приема барре вы очень сильно себя ограничиваете. И если вы хотите играть, то просто знание аккодов – это не совсем полноценная игра на гитаре, это просто аккомпанемент, то есть вы подыгрываете под песню или под мелодию. Вот такие вот несколько мыслей по поводу ваших вопросов. Надеюсь, что ситуацию каким-то образом прояснил. Задерживать не буду ваше внимание. Пойду завтракать. У нас все утро. Всего доброго. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.